Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «Я расскажу вам» и сегодня у нас в гостях человек, с которым вы уже имели возможность познакомиться. Музыкант, композитор, аранжировщик, импрессарио, просто замечательно интересный человек. Ефим Пустыльник у нас в студии. И сегодня вторая программа с ним, потому что в первой мы никак не уложились в его большую интересную жизненную историю. Напомню кратко, что говорили о его детстве в Молдавии, о становлении как музыканта в Риде, переезде в Москву, в сотрудничестве с Валерием Абадзинским, многолетним, и закончили на породе эпохального изменения в жизни нашего сегодняшнего гостя о переезде в Канаду. Продолжим. Здрасте, Ефим. Здравствуйте, Максим. Продолжим разговор наш с удовольствием. Итак, конец 80-х годов, вы состоявшийся известный музыкант, принимаете решение о переезде в Канаду. Во-первых, почему были уверены в своих силах, почему решили уезжать, так сказать, на пите, можно сказать, карьеры? Дело в том, что это было несколько причин. Одна из причин была то, что брат моей жены жил уже 10 лет в Канаде. Это была первая причина. Вторая причина, что я уже был 15 лет руководителем этого ансамбля «Верные друзья». И я думаю, что уже как музыкант и как вообще я руководитель, я, наверное, исчерпал все какие-то возможности. Несмотря на то, что это как раз было такое знаковое время, открылись кооперативы, и люди стали зарабатывать приличные деньги. Но вот так это сложилось. И потом у меня подрастал сын. Вот. Он закончил одну из... В Москве были две великолепные физико-математические школы. Он там получил... Одну из них закончил. Почти закончил. Мы его забрали из последнего класса. И он там получил роскошные знания. Это надо отдать должное. Знания он получил там колоссальные. Мы поговорили. Да. Ему очень помогло в его карьере. Вот. И, короче, вот это все сложилось. Вместе мы эмигрировали. Надо учесть, что в те годы, это был конец 88-го года, нельзя было ехать напрямую в Канаду. Только, значит, маршрут был такой через две недели Австрии. И определенное время проживания в Италии. В Италии, кто ехал на Америку, надо было ждать где-то примерно три с половиной месяца. Кто ехал в Новую Зеландию, Австралию, Канаду, примерно семь с половиной месяцев. Это был средний срок ожидания. Вот. Мы там приехали. Мы были вот в Вене две недели. Потом переехали в Италию. И в Италии мы жили, кстати, в очень хорошем месте, в таком курортном. Косте? Нет, Санта-Маринелла. Это немножко дальше Ладисполя, где жила основная группа всех эмигрантов. Надо сказать, что были эти еврейские организации, которые давали деньги на проживание, на еду. Которые мы потом возвращали деньги за перелеты, за все назад. Да, но было очень много. Я там играл. Там, кстати, в этот момент попал тоже с кем вместе работали, такой Геннадий Дроп. Он сейчас в Нью-Йорке живет. Он блестящий пианист и скрипач. И так получилось, что когда он играл на пианино, я играл на саксофоне. А когда он играл на скрипке, я играл на фортепиано. И таким образом у нас была такая совместимость вместе. И мы играли там в джазовом клубе, играли даже на улице. И мы платили нам немного, где-то 40 миль. Это примерно в те годы было 40 канадских долларов. Но тем не менее жизнь продолжалась. Мы там жили. Было относительно весело. Все, кто мог, стало там подрабатывать, потому что это не было никогда лишним. И таким образом нас там довольно проверяли. Мы ездили неоднократно в консулат в Рим. И в отличие от того, что сейчас происходит, часто смотришь, люди приезжают совершенно непроверенные. Нас очень, как следует, проверили. И мы приехали 22 августа. Мы прилетели в Торонто. Уже 89-й год. 89-й год. Знакомых здесь почти не было. Кроме кого, как я говорил, наша родственница Элита, она жила здесь. У ней был такой коллектив, довольно профессиональные музыканты. И вот здесь я столкнулся впервые, так сказать, как говорили, злой оскал капитализма. Звериный оскал капитализма. Да, звериный. И это первое получилось, когда она мне помогла устроиться. Дед Настилс такой был испанский пьяно-бар. И я играл там на пианино. Должен был играть 3 часа. И значит, за эти 3 часа мне платили 50 долларов. Ну, неплохо по тем временам. Только, да, я, как все начинающие мигранты, Стилс и Баттерс, Наташин брат моей жены, передал нам свой однобедренный апартмент. Вот. И мы там вот жили, и я поехал туда. И вот я играл 2 дня. И на второй день ко мне подошла одна женщина и говорит, сыграйте мне, пожалуйста, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Я знал тысячи мелодий, но Нью-Йорк, Нью-Йорк я не знал. Я ей говорю, давайте я вам что-нибудь другое сыграню. Говорит, нет. И пошла пожаловать хозяину бара. И он меня тут же уволил в тот же вечер. На следующий день я пришел получить за 2 дня свои 100 долларов. Там уже сидел такой бородатый человек, который, наверное, 25 лет проиграл всю свою жизнь в пьяно-барах. Вот. Но для меня это был такой урок. Всякие вот такие вещи я воспринимаю, наверное, правильно. Потому что мне не очень легко выбить из седла. И для себя я понял, это стыдно не знать Нью-Йорк, Нью-Йорк. Почему? Потому что это все равно, что в СССР кто-то не знает подмосковные вечера. Абсолютно, конечно. И для себя я сделал вывод. За это время у меня были сотни учеников. Но нет ни одного, кто не знает Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Естественно, что мы приехали сюда почти без языка. Ни компьютеров, ничего. Я, конечно, хотел, поскольку я писал и музыку, и анжировки. И мне хотелось, значит, я писал какие-то письма, сделал какие-то записи. И посылал в какие-то рекорд-студии, там, паблишер-компании. И вот как вспоминаю, сейчас до сих пор в моем архиве есть, я получил письмо, то даже это не печаталось на компьютере. И, значит, кто-то откуда-то мне ответили, вот, рекорд-компании, они... Он не написал там какую-то критику, там, хорошая песня, плохая песня, ну, мелодия, или там, аранжировка хорошая песня. Он мне таким вот фломастером, таким красным фломастером, к одному слову, где я там сделал грамматическую ошибку. Такой, у меня немножко макнул носиком, вот такой. И я понял для себя, да, я должен учить английский язык, потому что мы живем в Канаде, и, наверное, надо жить по тем правилам, которые есть в Канаде, потому что трагедия очень многих иммигрантов, потому что многие иммигранты, не многие, но есть такие, которые как бы везут с собой свой устав оттуда сюда и пытаются по нему жить. Это главная ошибка любого неудавшегося эмигранта, потому что ты приезжаешь в другую страну, ты должен жить по правилам, которые здесь находятся. Да, как в анекдоте, да? Я знал, что здесь говорят по-английски, но не до такой же степени, да? Да, 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 вот. Есть еще другие анекдоты, но на эту тему. Вот, короче, вот так вот началось. И я пошел тогда, у меня были с собой мои плакаты, верные друзья там, то-то-сё. Я поехал в сити-холл, знаешь, показал плакаты, и говорю, что я вот пиодист, меня взяли работать, аккомпанировать в балете. И, значит, ну это была такая, у меня не было машины, я ехал тремя автобусами куда-то, Силс и Баттерс на Лейсли и Лоренс, тремя автобусами, под дождь, под снег, и назад тремя автобусами, но играло два часа, то есть за 20 долларов, налогов особо больших не было, снег, но вот за 20, я еще должен был за дорогу заплатить за автобусы, вот, и я ездил так, ну, что делать, потом я купил себе машину, которую мой сын назвал диван на колесах, такая длинная, автомобиль тогда были в те годы, но и стал ездить за 1200 долларов. Жена тоже, несмотря на то, что она закончила МГУ, она работала первый год в ПИЦе, и потом она устроилась в UFT. Это было очень хорошее дело, почему? Потому что в UFT есть такое правило в Торонском университете, что если у тебя кто-то из родителей работает, неважно кем, там, профессор или он... Лаборант. Лаборант или еще кто-то, твоему детям бесплатное образование. Только ради этого стоило, да. Можем чуть отвлечься, расскажите про вашего сына. Он, конечно, получил очень хорошее знание, и вот здесь, как раз вот связано тоже с ним, он закончил тоже Гнесинскую школу и учился одновременно вместе с Женей Кисиным. То есть он у вас и физик, и лирик одновременно? Он очень хорошо играет на фортепиано, вот сейчас могу сказать, он играет очень сложное произведение, но только классическую музыку, он не играет популярную или джазовую, но вот сейчас у него был день рождения, я к нему летал, он играл шуму на 39 страниц сложнейшей музыки, я устал переворачивать страницы. То есть он... Вот. Тогда как раз вот и было, что он тоже хотел подработать деньги, и он пошел на почту работать, но когда он любил компьютеры, когда он увидел, что как обращается там на почте с компьютерами, он оттуда ушел с этой работы вот. Но он компьютерщик, еще когда были в Москве, и я единственный раз, я об этом не рассказывал в прошлой передаче, что мы... Единственный раз, когда мне удалось поехать с нашим ансамблем, нас выпускали, в Индии мы поехали выступать, сидела комиссия 10 человек, и там, предположим, говорили, Данилович барабанщик, там такой-то возраст разведен. Какие мнения товарищи? Ну и тетя говорила, как какие? Он не едет? Я говорю, как можно без барабана ехать? Без барабанщика. Они смотрели на меня как на дурачка. Не едет? Он разведен? Не едет. И так далее. Трубач первый, такой-то разведен, или еще что-то. Не едет. Все. И я к чему это рассказал, потому что, когда мы, все-таки я там нашел замену, мы полетели, выступали в Индии, и, кстати говоря, я там научил одного своего певца, Иваник, вот такого, петь на хинду, я ему нанял педагога, и он, выуча, он ничего не понимал, мог по-английски на хинду петь, ничего, не зная ни одного слова, но он был, он впитывал себя вот это, вот как манки, вот такое. И он, когда, он белобрысый был, и когда мы выступали на стадионе, и он начал петь, и головой вот так ходить, они никогда не видели белого человека, что он бел, и толпа прям рванула, там было 40 тысяч на стадионе, вот, и, короче, там полиция их отвинула, и после концерта ко мне подошел, тогда еще был жив, Рач Капур, и пожал руку, но к чему я рассказал о сыне, потому что я ему, когда купил, тогда были эти дискеты, еще не было CD, не было еще ничего, только флопедиски, я ему привез, он прыгал до потолка, и вот, когда мы приехали здесь, в Торонто, он, тогда я ему говорю, послушай, ты же играл на пианино, меня вот сейчас начали давать, сначала я в двух местах аккомпанировал, а потом начали в третьем, четвертом, пятом, это в разных местах были эти, я говорю, поди вместо меня, игра, я ему купил клавино, и вот так он восстановился, и вот он здесь закончил, UFT, Engineering Science, и потом он был выбран на работу, в компанию Microsoft, где он отработал 25 лет, вот, и у него очень хорошая специальность, потому что это связано с security, с компьютерной безопасностью, и он, сейчас он, вообще он имеет больше 40 патентов, и два года назад он вошел в число десяти самых известных инноваторов в Америке, наряду там был вайс-президент, фейсбука, и там были известны очень люди, это есть у меня, эти записи, вот, а теперь он работает, экзекциатив, директор, сам большой банк в мире, JP Morgan, то есть, если сопоставляя на чашке весов, что мы, уехав из Москвы, мы оставили две роскошные квартиры, без плат, но, тогда нельзя было не приватизировать, ничего, и естественно, вы уже понимаете, что вот то, что вот произошло даже с сыном, но к чему я, я хотел еще добавить, когда его брали, как это происходило, когда он закончил UFT, то приехала комиссия, отобрала 200, из 200 applications, выбрали 60 на интервью, из этих 60, они выбрали 6 на повторное интервью, в Сеатле, когда он приехал в Сеатл, в один день было там 5 или 6 интервью, как часовых, по телефону передавали, вопросы не повторялись, он мне рассказал, на одном интервью ему дали какую-то задачу, они не спрашивают, как ты умеешь программировать, это естественно, на соображаловку, и какой-то задал вопрос, он ответил, и ему тот, кто проверял, говорит, ты знал, но он ему говорит, ну дай мне другую задачу, он ему дал другую, тот решил, ну сделал бы, он говорит, ну с тобой все ясно, иди, короче, их из 6 выбрали двоих, но почему я это вспомнил, потому что он закончил вот эту физико-математическую школу, он получил там колоссальные знания, потом я просто знаю, эти многие друзья, его все разъехались, и учитель, кто их учил, тоже уехал, вот, такая история, но может быть она немножко горькой для России, но в принципе так оно и есть, образование там было. Без сомнений у вас не стоит даже вопроса, правильный был выбран или неправильный, конечно правильный, то что вы решились начать с честного места. Ну как я считаю, у каждого, знаете, складывайте свой путь, так видно, я считаю вообще, что у каждого человека предрасположен путь, он что бы ни делал, у него будет то, что должно быть, оно должно произойти. Кто-то опоздал на Титаник, и все, вроде как плохая новость, а оказалось хорошая. Таким образом, что касается вот этого сына, он, да, и вот я просто уже сегодня говоря, вот вчера у него было три интервью на Google, на очень высокую позицию, хотя сейчас он тоже работает, и у него очень интересная работа, он работает там, конечно, у него хорошая очень зарплата, но он как тот человек, для которого интерес важнее вот этого всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дcepом из «катул g bli зока» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Допустим в нашу программу Забилает DimaTorzok Доктор грибLe�� Universal Ttorzok Катул nome Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катул тетный дед Субтитры создавал DimaTorzok 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 В музыкальном Паблишер музыкально-публистическом В мире нет Это Халгандарт номер один Он говорит Ты знаешь Он даже не стал мне говорить про аранжировки Он говорит Мы послушали твой CD Оно нам очень понравилось И он мне говорит Ты умеешь делать миди-файлы? У тебя понятия не имел, что это такое Но в голове рифмометр сразу сработал И я понял, что я скажу нет Значит он положит трубку Я говорю, конечно умею Он говорит, ну хорошо Завтра я тебе пришлю пару нот Сделаешь хорошую работу Будет разговор А я даже не знал Звонил мне вайс-президент Вот этой компании Которая называется Халгандарт Вот Ну и короче Я начал делать эти аранжировки Это было очень туго Потому что если ты не знаешь Как это делать А я спрашивал многих музыкантов Аранжировки Никто этого не знал Это было начало То есть это 95 год Вот Ну короче я бился месяц Аранжировки я делаю быстро Но здесь связана панорама Разные всякие штуки Которые надо уметь носить И я через месяц разобрался Потому что я В этом заключается в те годы Звук Что ты ставишь Флоппи диск В Ямаху Или в Роланд Или в Корк В любые бренды Если записана скрипка Должна звучать скрипка Если записана Трампа Должна там звучать И в разных полах А если А у меня звучало Извиняюсь за это слово Понос Такой ужас Какой был звук Но где-то я на 20-й день Уже стало получше На 25-й А через месяц Я послушал их Все Сошлось Точно что нужно было И отправил Он мне позвонил И говорит Ты знаешь Комиссия послушала Все в восторге Будешь нам делать книгу Первую книжку Джазовые стандарты Но со мной Ты будешь делать Не будешь иметь Будешь иметь дело С главным В кибердепартном Такой Марк Олштейн Он на следующий день Мне позвонил И говорит Что вот мы послушали Будешь делать книгу Джазовые стандарты Я тебе завтра пришлю Они работают Открываешь дверь Овернайт Внизу уже У двери лежат ноты То есть мощнейшая компания Вот И будешь делать И я тебе даю 20 дней Я говорю Как? Я две вещи делал в месяц Он говорит У нас такие стандарты 20 дней Точка У меня ничего не оставалось Значит Ну Я вот стал Работать Сколько всего сегодня? Я книг Вот таких книг Я вам принес Только три Но таких книг Я сделал Около Одиннадцать Может двенадцать Ничего себе Красиво Все разные Абсолютно разные Они Вот даже я могу Секундочку Они никогда в жизни Покажу одно Нашим зрителям Рассказывайте Да-да-да Вот здесь я хотел Да-да-да Вот здесь даже Это я хочу вам показать Что никогда они не писали Имя аранжировщика На Сидис А здесь есть? Здесь есть Да Потому что они Ко мне относились Большой знак уважения Ну как бы да Очень здорово Покажу Очень красиво А таких книг Я им сделал Около одиннадцати И потом Это уже был Где-то 2002-2003 год 2002 год И я подумал Что у меня с собой Много Своей музыки Почему мне не попытаться Издавать Свои книги Свои книги Ну естественно Что я тогда Начал И случилось То что иногда Знаете Иногда у человека В любом жизни Случается Что тебе кажется Что ты уже схватил Бога за бороду Но не тут-то было Вот И это было В 2003 году Я тогда Издал Только две Я вам сейчас покажу Первый и второй Сборник Вот эти книги Первый И вот этот второй Эти книжки Вот вы видите Называется Piano Paradise Ох Красота какая Ага Вот И это было Только два Таких сборников У меня на сегодня День пять Вот Красиво Да И Вот они какие Да Они продаются Во многих странах Только в Канаде Я продал много тысяч Этих сборников Это чрезвычайно популярный Бестселлер настоящий Не буду хвалиться Но эта книга Я вам сейчас расскажу И в 2003 году Меня пригласили На такое Трейд шоу В городе Палмарстон Здесь В Антарио Я поехал туда У меня Да Надо сказать Что я Дистрибьюшн Делал мне Такой Компанией Мэйфэр Я для них Сделал много Тоже Аранжировок И Такой был Джон Лоуэд Хозяин Этой компании Он ко мне Относился Может лучше Даже чем Некоторые родственники Он очень Мне помогал И сделал Дистрибьюшн Вот мои книги И все Тому подобное Я приехал Это Палмарстон Там было больше 100 педагогов Многие из них PHD Такие профессора Много студентов И я Очень волновался Потому что Они все Классикали Трейд Такие Классические В основном Музыканты Я более Такой джази Популярной музыки И мне было И я волновался Мне дали Буклет Где написано Кто из них Каких оркестр Там были Известные Педагоги Такие Ну я начал играть Представлять Там какие-то Свои мелодии И смотрю Там Из зала Бьютифл То да сё Так хорошее И когда закончился Вот этот вот Показ У меня был Такой стол отдельный Я удивился Вот эти 100 человек Они стояли Все в очереди Чтобы я им Подписал Этой книге Потому что Я не знал Что они Оказывается Все знают Мое имя Потому что Он делал Дистрибьюшн По всей Канаде И они все Преподают И все Говорят Вот наши Ученики Будут рады Что ты там Подписал Очень приятно Такое Профессиональное Признание Канаде Ефим Хочу попросить вас Изменить чуть-чуть русло Вам не привыкать И поговорить о вашей Деятельности Как импресарио Вы же возили сюда Огромное количество Популярных артистов Из России И Жванецкого И Броневого И в общем Кого вы только не возили Расскажите Чуть-чуть об этом И может быть Какие-то яркие эпизоды Связанные с этими людьми Да Единственное Хочу уточнить Что Жванецкого Нет Одновременно Мы привозили Карцева и Эльченко Кстати С Карцевым Я жил в одном подъезде В Москве Значит Как это получилось Получилось то Что в Москве Поскольку я работал В Росконцерте И там работало Очень много Известных коллективов Ну и у меня дома На днях рождения Бывали и Жванецкий И там Добрынин И Задор Я с Мишей Задор Дружил еще из Риги Ну да Было очень много знакомых То я Начал здесь Есть такой фимус Если мы Короче вдвоем Это известный же человек Хозяин ресторана Красной площади Брат Любы Успенский Да 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 Брат Успенский Вот И короче Я позвонил Вот первый кого привез Это был Лева Лещенко Вот в этот Московнайтс Тогда он приехал И вот так у нас Потихонечку пошло Было много-много Курьезов разных И иногда Даже некоторых Потрясений Например Что вот Когда я переехал в Москву И я говорил Что я играл Вот это Был руководитель В джазовом кафе И мы в основном Конечно играли Западную музыку Джазовые стандарты И все прочее Я очень плохо Был осведомлен О российской Эстраде Вообще плохо Это может покажется Сейчас кому-то Дико странно Вот я переехал в Москву И у нас репетиционная база Была в Лужниках И я начал Такой мне познакомили Такой Макаров Увезут я в тундру Ну конечно Владимир Макаров Да-да-да Ну и вот У него какие-то Были странные музыканты Все такие в очках И музыка Для меня была удивительной Я не понимал Это ничего Потому что Мне она была чужда Но я не про это хочу сказать Совсем про другое И у нас был перерыв Репетиции И я вышел в зал В большой зал Лужников И я был потрясен Будний день Среда Четверг Там полный зал На сцене сидит Большой оркестр Вышел человек В белом костюме И начал петь Ты моя мелодия Да Магомаев Магомаев И я думаю Май гад Вот собрать Такое количество Будний день Я впервые его увидел Я не знал Кстати Сегодня Извините Перебью Сегодня мы пишем Эту программу Сегодня годовщина Ухода Муслима Магомедовича Да Светлая память Очень У меня есть подписанная имя Пластинка Он был чудный человек Я немножко Вот о нем хочу Рассказать тогда И когда мы его сюда приехали Он приехал со своей женой Синявской Тамарой Синявской Да Магомаев Это Величина Конечно Магомаев Пугачев Это были самые популярные Даже при том При всей моей любви Кабадинского Я не могу сказать Что он был популярным Магомаевом Он был на третьем месте После Магомаева Пугачевой Он был третий Кобзон был там дальше И все остальные Но вот такая была градация И здесь вот такая величина И вот представьте себе ресторан Он сидит И исполняет Мелодии И официально Эти бегают с шашлыками Такой вот запах Это все чеснока И всего прочего И он даже Я вижу его нос И он так смотрел И мне его было просто Искренне жалко Я вспомнил этого человека В белом костюме И ты моя мелодия Тысячные Десятки тысяч О да И кумир И здесь он сидит в ресторане Он приехал заработать денег Это были 90-е годы Они все сюда приезжали Здесь было Я делал Гурченко Ширвит и Державин Гафт и Герт И Катя Семенова И Малежик И Добрынин И Антонов И Серов И Киркоров И так далее И это И это были тяжелые там времена Они были рады Здесь немножко заработать Ну абсолютно конечно Все были они разные Вот здесь Это касается А потом мы поехали Мы его повезли В такой ресторан Мувинг Пикс Тогда был здесь очень популярный Такой Йорк Дэл И я удивился У них были самые Там мороженое Оно славилось Там была вот такие Самая большая Я помню Что такая большая чашка мороженого Там было много скобов И вот мы ему отдельно заказали Он всю съел Я знаю Что все с кем я работал Певцы Они всегда горло Боялись Один скупчик Что-то Всегда горло потеряли А он здесь один Он же еще курил Да-да-да Но я думаю Что это уже началось время Когда у него пошел Немножечко спад Но Человек с такой Величины И он всегда был Очень предупредителен Вежлив Настоящий Такой Аристократический Певец В хорошем понимании Этого слова Человек с большой мукой Ты Моя мелодия Я твой преданный армия День, что нами пройдены Помни, что нами пройдены Помни от свет Внешности твоей Все Все Как дым Бросает Голос твой Теряется Вдали Что Тебя Заставило Не вела Забыть Смело Тею любви Я помню У вас с Гертом Какая-то история Была Вы рассказывали Нет, не с Гертом Это была С этим С броневым С броневым Да, расскажите Когда он приехал Это была известная история Я иногда ее рассказывал У нас был такой Распространитель Леня Его боялись Все Особенно евреи Убегали на другую сторону Когда его видели Потому что он мог Воткнуть тебе билет Хочешь ты Не хочешь От него убегали Как только увидели Даже люди с костылями От него Убегали Потому что знали Он воткнет билет Ты хочешь или не хочешь И вот Один прекрасный день Он ко мне пришел Говорит Фима Даже я Я не могу Никому продать билет На броневого Никто не идет Я говорю Ты знаешь что Лень Я говорю Скажи Распространение слуг Среди там Всех Скажи Что броневой Начальник гестапо Он будет петь Еврейские песни Он говорит Хорошо Мюллер Да Мюллер Он пошел Распространение слуг И народ потянулся Был полный зал А он этот Броневой Он жил у меня дома Вот Ну и там Прошло в концерте Там минут 20-30 И кто-то уже Из зала Ну когда вы еще будете Еврейские песни петь Он говорит Какие еврейские Я не мог понять И когда мы ужинаем Он говорит Сволочь Придумала вот эту мульку Штирлиц А вас я попрошу Остаться Я скажу Разные конечно все И певцы И разные люди Кто-то У каждого Есть свое Но надо дать Предположим Должно Тот же Киркоров При том При всем Что я не какой-то Поклонник его творчества Но вот первый раз Он приехал Его никто не знал Он работал в ресторане Было 18 человек Я как сейчас помню 18 И он пел Полностью отпел Вот И Вызывает уважение На самом деле Когда артисты Работают этим образом Это вот Как бы приятно всегда Старые школы артисты Я вспоминаю Муару Утесов И так далее Все проходили через это И уважение к зрителю Это в общем Мне кажется Для артиста Как личности Это очень важно Сегодня такое редко встретишь А все это вот У старой школы Это было всегда Да Я хочу Может быть Заметить Может быть Это немножечко Уже у меня Немножко С возрастное Но вот В Советском Союзе Всегда вот Знаете Была такая вещь Которую Многие ненавидели Это был Художественный совет Конечно Это Скоро совет Он многим Портил нервы Взятие той же Машине времени Очень многие Были коллективы Расформированы Вот Естественно Там сидели Может какие-то тетки Но во всяком случае Многие из них Там был такой же Как Саульский Очень образованный Музыкант И там И другие И Но во всяком случае Они бы никогда Не пропустили Какой-то мат Или какой-то Такой чепуху Который На потребу Каким-то Людям Которые Ну просто Вместо того Что это Все-таки Люди Искусство Они должны Ну каким-то образом Немножко Образовывать Людей Какой-то Прививать Хороший вкус А то Что там происходит Может быть Если бы это и было Так может быть Сейчас бы не было Там В России На сцене То, что иногда Посмотришь Это чисто Непотребство Ну да Свобода спутана С вседозволенностью Хотя Может быть Я сейчас Я не думаю Так Это как бы Вечный вопрос Необходимость Цензуры Но Я однажды С одним человеком Говорил И он намного Старше меня был Он говорит Как ты думаешь Какое главное Свойство свободы Я сначала говорю Ну как бы Вседозволенность Он говорит Нет Ты подумай Ты ошибаешься Дисциплина Да Поэтому и здесь Это как бы Мне кажется Явление одного порядка Да Ну может быть Еще когда-то Придем к этому А может быть Просто вопрос К мыслящим людям Которые сами Должны разобраться И отфильтровать Что так сказать Шлак от золота Да Но Продолжим лучше О каких-то Более позитивных И веселых темах Еще кто вспоминается Из тех Кого привозили Ну Очень Очень многие Со всеми Было Интересно Единственное Что были конечно Некоторые артисты У которых знаете Сначала деньги Потом стули Потому что люди Не очень понимали Такое слово Как Слова Как накладные расходы Не помнишь Из аренды помещения Перелеты Провозки И очень многие вещи Билеты Авиабилеты Гостиницы За все надо платить Надо сказать Что в те годы Тогда был Очень простой Расчет Потом все Поменялось Резко Но в те годы Был очень просто Паритет Что это Знаю От всех Доходов Отнимаются Расходы Делятся пополам После этого Уже пошло У них предоплаты И все вот такие Вот вещи И со временем Я понял Что мне этим Не нужно заниматься Потому что Если у того же Фим Сицкера Был брат Он мог здесь остаться О я терял Своих учеников Еще какие-то вещи И я этого не хотел И потом Честно говоря Я не буду называть Обратное же имя Не все себя Вели Корректно Да Корректно И все Надо отдать душ Например Тот же Шуфутинский Он все-таки Был из Лос-Анджелеса Вот он знал Что такое Накладные расходы Он был западный человек Оттуда люди приезжали Но я их обратно же Не виню Я сам был из Москвы Я даже не знаю Мне наверное Неловко это говорить Но я приехал И я мог пойти И в магазине смотреть Мне там довешивают Или не довешивают Это то что Я привык Что там вечный Недовес Я мог в банк Притискать Что мне неправильно Проценты Я был продукт Той системы Ну конечно Хомо советикус Как вот недавно Российский президент Я просто это рассказывал То есть я где-то здесь И переучился То мне иногда оказалось Я вот не понимаю Какие-то очевидные Какие-то вещи То есть человек Берет какое-то время И все И поэтому Но жизнь Мне многому здесь Научила Я бы мог бы еще Рассказать например То что вот здесь Сейчас я стараюсь Я делаю какие-то песни Вот записывают у меня Там Вот сейчас будет Как мой друг Лева пильщик Через ней должен Одну такую Christmas song Записать И запись такая Со мной работает Нэнси Такая Недавно получила Гран-при В Ялте На конкурсе Вот одну песню Есть такой Очень хороший Мой друг Игорь Портной Это известный Здесь в Торонто Человек Прекрасный певец Да Он был первый Который сюда приехал Здесь известная Группа Приехала Такая труппа Можно сказать Russian on Broadway Они приехали 30 лет назад Это вот Нина Шапильская Да Из них Циви А Юрий Циви Мы делали фильм Большой Они Да Из 55 По-моему 35 человек Здесь осталось Да Тогда было По ветре Потом правда Приехали к ним Все бабушки Дедушки Братья и сестры Их сейчас Наверное уже 500 Но тогда 35 осталось Один из них Был Игорь Портной Мы сдружились Вот Он был один Надо отдать ему Должны Кто выступал В канадских Мюзиклах Чикаго Еще в других Который пробился Первый Это был Большой у него Успех После этого Он работал Много Своих шоу На кораблях А потом Вот недавние Последние годы Он работал В Москве Известных мюзиклах Теперь он решил Здесь остаться Потому что Ну во-первых Этот ковид Сейчас там особо Работы нет И во-вторых Его пригласили Вот эту Школу искусств Он теперь преподает Вокал Все Вот и с ним Записал Кое-какие Сейчас у нас взяли Там на достаточное Количество радиостанций Эти песни Вот И это конечно Иногда Как я говорил Что Бывает Радостно Когда тебя берут Иногда могут Реджект Отказать тебе И все Но в данном случае Я всегда вспоминаю Вот я как-то Слушал интервью И муж Даяны Кролла Он брал интервью У знаменитого певца Тони Беннета И он ему задал Такой довольно Неординарный Интересный вопрос Он спросил А было ли в вашей жизни Случаи Когда мы предлагали Песню Вы отказались А потом Пожалели Он говорит Да Был один раз Такой Мне предложили Одну песню Я отказался Потом ее Записал Луис Ампсонг И песня называлась What a wonderful world То есть Музыкантом Музыкантом Композитором Аранжировщиком Педагогом И импресарио Ефимом Пустыльником По-моему Интереснейшие два выпуска У нас получились Красивая музыка Красивая история жизни Замечательные рассказы Спасибо, что нашли время Пришли к нам Надеюсь, еще увидимся Очень рад был прийти к вам Ваши передачи Много людей смотрят Я знаю И это для меня Как здесь говорят Композиционно Это для меня Большое дело Прийти сюда И пообщаться с вами Спасибо вам большое Максим, что вы Занимаетесь Очень полезной деятельностью Огромное спасибо 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 Жадисты уходили В ополчение Цивильного не скинув Облачения Тромбона И чечеток Короли Солдаты Необученные Шли Кларнет Принцы Словно Принцы Крови Магистры Саксофонов Шли И кроме Шли Барабанных Палок Колдуны Скрипучими Подмостками Мозгами Войны На смену Всем оставленным Заботам Единственное Зрело Впереди И скрипачи И скрипачи Ложились К пулеметам И пулеметы И скрипачи И скрипачи И скрипачи И скрипачи Как будто Притворяясь И шутя Шутя Редели И их ряды И убывали Их убивали И их позабывали И все-таки под музыку земли Их поминания светлое внесли. Их поминания светлое. Их поминания светлое.